Отец, мы прославляем и благодарим Тебя за Твое Слово. Спасибо Тебе за Иисуса, воплощение Твоего Слова. Спасибо Тебе за Духа Святого, Учителя Твоего Слова. И мы просто благословляем и благодарим Тебя на сегодняшней передаче за слова с небес, которые приносят на землю небеса, за откровение от Тебя. Мы благодарим Тебя за него во имя Иисуса. Аминь. Всю предыдущую неделю у нас в гостях был Крефа Доллар. И мы говорили о любви Божьей, о том, что корень этой любви прорастает во все сферы нашей жизни. Если вы были с нами всю предыдущую неделю, то вы знаете, насколько это было сильное время в Слове Божьем, особенно в пятницу. Просто потрясающе. И не пропускайте наши передачи на этой неделе, потому что всю эту неделю брат Доллар снова будет с нами. И мы продолжим говорить о том, на чем мы остановились в пятницу. И на этой неделе мы будем отлично проводить время в Слове Божьем. Слава Господу! Поэтому, пожалуйста, давайте вместе снова поприветствуем нашего гостя Крефла Доллара из Колледж Парка, штат Джорджио... Ты из Джорджио? Штат Джорджия. Основатели и пастора служения, изменяющие мир. Слава Богу! Крефла, еще раз спасибо за то, что ты приехал и принял участие в нашей передаче. Слава Господу! Эту передачу смотрит большое количество людей по всему миру. Да. Поскольку ты был с нами с самого начала, то ты знаешь, что мы находимся в процессе удвоения нашего телевизионного служения по всему миру. Какое-то замечательное время проповедовать Слово Божье всему творению. Мы находимся на начальных стадиях излияния славы Божьей. Да. Когда эта волна достигнет своего пика, она выльется в прославление церкви. И нас уже здесь не будет. Аллилуйя. Так что, Крефла, веди нас обратно в Слово Божье, и давай снова вернемся к этой теме. Да. Мы остановились на 13 главе послания к евреям. Я думаю, что это так замечательно для тех из нас, кто принял любовь Божью. И мы развиваемся в любви Божьей, мы поставили любовь Божью на первое место в нашей жизни. Наслаждаться всеми теми благословениями, которые другие люди пытаются получить. И мы просто наслаждаемся ими, потому что мы решили поставить любовь Божью на первое место в нашей жизни. И мы имеем дело с... Это самое лучшее, что может предложить Бог, потому что это Он Сам. О, да. Бог есть любовь. Это самое лучшее, что только есть. И мы поставили Бога на первое место в нашей жизни. и мы наслаждаемся жизнью, и мы должны быть способны наслаждаться ею. 13 глава 1 послания Коринфянам говорит нам о путях любви. И мы говорили о том, чтобы установить мерило, так, чтобы мы могли проверять наше хождение в любви и вносить необходимые корректировки. И в 1 стихе Павел говорит, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». В расширенном переводе Библии говорится, «но не имею любви, любви Божьей во мне, то я ничто, я бесполезный никто». Да. И в 3 стихе он говорит, «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». И как мы уже говорили о том, что вы можете сеять какие угодно семена, но если вы не сеете их из любви, то в результате они не принесут вашей жизни никакой пользы. Это мертвое семя. Оно мертвое. Вот почему так важно давать с хотящим, охотным сердцем. Из сердца человека текут силы, источники или границы для его жизни. И когда вы даете с хотящим, охотным сердцем, тогда ваше семя будет приемлемым для Бога. Но когда вы даете с неохотным сердцем, под давлением и из страха, тогда вы с таким же успехом могли взять эти деньги и положить их обратно себе в карман, потому что они не принесут вам никакого урожая. Крефло, давай не закрывая это местописание, вернемся и прочитаем книгу Исаии, потому что оно касается именно того, о чем мы сейчас говорим. Это десятая глава, не так ли? Я прав? Что ты ищешь? Там, где сказано, «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». Да, первая глава книги Исаии. О, первая, да. Первая глава, по-моему, это 18 стих. Да. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. «Если будут грехи ваши, как багряная, как снег, убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну, убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят». Поэтому «хотящий, охотный и послушный сеет семена любви и пожинает урожай». Да. Вкушает благо земли. Если же вы отвергаете любовь, отказываетесь слушаться, или слушаетесь неохотным, с нехотящим сердцем, это в ответ погубит вас. Получается как раз обратный эффект. Именно поэтому он и сказал. Давайте сейчас вернемся туда, где мы были, потому что, когда ты читал это, в 13 главе 1 послания к Коринфянам, что-то просто выпрыгнуло из меня. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а не имею этого охотного, послушного, хотящего сердца любви, то я, как сказано в оригинале, становлюсь». Слово «становлюсь» просто ударило меня по лицу, когда ты это читал. Я действительно никогда этого не замечал. Я становлюсь, как медь звенящая, или кемвал звучащий. Другими словами, очевидно, они начали это делать, потому что для этого им нужно было родиться свыше. Бог почтил свое слово. Они родились свыше. Они были крещены Духом Святым и начали двигаться в дарах Духа. Любовь Божья была там, но они не сеяли это в любви Божьей. И они продолжали, продолжали, продолжали это делать, пока это не опустошило их, и они не стали просто пустым звуком. И здесь также важно понимать, что когда вы даете из послушания, это противоположно тому, когда вы даете, пытаясь этим самым, заставить Бога что-то сделать. Другими словами, многим людям нужно понять важность того, что говорит послушание в отношении любви. «Если вы любите меня, то соблюдите мои заповеди. Если вы любите меня, тогда будьте послушны тому, что я говорю вам делать». Мы должны провести различия между послушанием Слову Божьему и изобретением чего-то, что, по нашему мнению, впечатлит Бога, но что не приносит особой пользы. Например, человек может выйти и сказать, «Я буду кормить нищих». И это хорошее дело, если только Бог не пытается заставить вас делать что-то другое. Это похоже на то, что сделал Саул. «Я буду как бы продолжать соблюдать традицию и оставлять себе самые лучшие из трофеев». В этом бы не было ничего плохого в любое другое время, но только не тогда, когда Бог пришел и сказал, «Нет, я хочу, чтобы ты все уничтожил и ничего себе не брал». Послушание говорит Богу, «Да, я люблю тебя, Господь, поэтому я буду делать то, что ты мне говоришь. И я хочу быть послушным тебе. Я хочу идти и делать то, что ты мне говоришь». Знаете, хотение вытекает из любви. Вы хотите, вы делаете это охотно, потому что вы любите. И вы хотите это делать. Вы можете быть послушными, потому что вы должны. Например, ты позвал свою дочь Джордан и сказал, «Джордан, папа три дня назад сказал тебе вынести этот мусор. Почему ты этого не сделала?» Это уже неправильно. Ты уже знаешь, что ей не хочется этого делать. И она приходит и говорит, «А почему Алекс его не выносит? Почему ты всегда говоришь, мне его выносить? Это всегда приходится делать мне». Да. Вынесет она его или нет, в данном случае уже не важно, потому что она не хочет. И она говорит, «Хорошо, я вынесу этот глупый мусор». И я не намекаю на то, что Джордан так поступает. Это милый ребенок. Вовсе нет. Нет, Джордан, я не говорю о тебе плохо. Любой непослушный ребенок. А я знаю, что ты таковой не являешься. Но давайте поговорим обо мне. Я поступал так в детстве, потому что тогда во мне был дух бунтарства. И я не знал, что с этим делать. И в то время мои родители еще не настолько были утверждены в Господе, чтобы уметь с этим разбираться. Что если ребенок говорит, «Хорошо, я вынесу его». Идет, берет мусорное ведро и, рассыпая мусор по всей дороге, несет его к мусорному баку и возвращается, ставит мусорное ведро, швыряет на него крышку и говорит, «Вот, я вынес твой глупый мусор». Он послушался. Но это не работает. За это не будет никакой похвалы. С таким же успехом он мог бы его и не выносить. Иисус спросил, «Если вы сказали кому-то что-то сделать, то кто прав? Тот, кто отказался, но потом раскаялся, пошел и сделал это, или тот, кто согласился, но так никогда этого и не сделал?» Поэтому нам лучше очень-очень внимательно следить за тем, как мы что-то делаем. Да, вы развиваете свою жизнь любви, и у вас не будет никаких проблем с послушанием. И когда я молюсь, это не должно быть так, «О, Господь, пора молиться». Я встану и помолюсь, но мне так этого не хочется. Мне нужно вынести этот глупый мусор перед тем, как уйти сегодня утром на работу. Нет, 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 нет. Несколько дней назад Билли Брим записывала передачи с Глори. И она останавливалась у нас дома. И она говорила о том, чтобы развивать это. И она сказала, что когда она только узнала об этом, до этого она считала, что ее муж во многом поступал не так. Но потом она начала видеть, что дело было не в нем, а в ней. Она была обидчивой. Ее так воспитали. Она просто была обидчивой. Стоило вам поступить с ней как-то не так. И она планировала бы плакать весь день. Для вас бы это не осталось незамеченным. Вы даже не можете представить, что Билли Брим была такой. Но она рассказывала об этом. И она сказала, что начала делать то, о чем мы говорили в пятницу, о чем мы собираемся говорить сегодня. Она начала развивать это. И пройдя по этому списку, она увидела, в чем крылись определенные проблемы в ее жизни. Поэтому она сделала себе маленькие карточки, на которых написала, «Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». Она написала это на маленьких карточках и повесила их за кухонным шкафом, на дверь холодильника. Она развесила их везде. Она повесила их на внутренней стороне двери своего шкафа, чтобы как только она его открывала, это говорило ей. И когда она начинала из-за чего-то раздражаться, она открывала дверь шкафа и читала, «Я никогда не раздражаюсь. Я не раздражаюсь по любому поводу». Она продолжала это делать. Однажды Кен пришел домой. Она приготовила для него чили. Он любил чили. Он пришел домой, и к чили она испекла кукурузный хлеб. «Как по мне, так это отлично». Да. Но он сел за стол и спросил, «А где крекеры?» Он сказал, «Я вместо крекеров испекла сегодня кукурузный хлеб». Он сказал, «Билли, знаешь, я бы сегодня вместо кукурузного хлеба предпочел бы крекеры». Она ответила, «У нас нет крекеров». Она сказала, «Обычно я доставала свой список. Когда я пеку кукурузный хлеб, этому человеку хочется крекеров. Я не дам вам об этом забыть». Я все помню. Но она сказала, «Нет, нет, я развивалась в этом». Она сказала, «Впервые в моей жизни внутри меня начала закипать любовь Божья». Помните, в 18 стихе 4 главы 1 послания Иоанна говорится, «Совершенная любовь, развитая любовь изгоняет страх». Она начала его изгонять. Билли сказала, «Внутри меня поднялась любовь Божья. Вдруг больше всего в жизни мне захотелось поехать и купить ему крекера». Это не было чем-то, что она пыталась на себя напустить. В ней поднялась любовь Божья. Она сказала, «Дорогой, если ты подождешь несколько минут, я поеду, куплю тебе крекеры». И послушайте дальше. Он сказал, «Когда будешь в магазине, купи еще и кофе». А то он закончился. Крефлер, в самый раз было бы вылезть на него эту тарелку чили. «Я еду за крекерами», – тупая голова. Понимаете? Но Билли сказала, «Любовь Божья поднялась мне еще сильнее». «Слава Богу, крекеры и кофе. Я сейчас все куплю». Иисус сказал, «Если вы собираетесь быть у власти, то вам придется быть всем слугой». Вы делаете это не потому, что вы должны. Это что-то, что рождается в этой любви. И вы должны развивать это. Вы должны развивать это, пока оно не поднимется на поверхность. Вместо того другого, что вы практиковали все эти годы. Оно здесь на поверхности. Но второе должно вытеснять это первое, пока оно полностью не уйдет. Она запрыгнула в машину и поехала в магазин. Знаете, на что в магазине были снижены цены? На крекеры и кофе. Она купила крекеры и кофе почти за бесценок. Понимаете, Дух Божий уже работал, приготовливал и устраивал ее путь. Она бы никогда не купила крекеры и кофе по такой необычно выгодной цене, если бы не проявляла готовность развиваться в любви Божьей. Когда она приехала домой, угадайте, кто был героем? О, да. Она, ходя в любви, выгодно купила крекеры и кофе, приобрела хороший опыт, приехала домой. И он сказал, «Вот это жена! Бог будет выступать в вашу защиту, но Он не будет выступать в вашу защиту, если вы сварливы». Да. И она использовала хороший библейский принцип, говоря о развитии в любви. Когда мы любим друг друга и практикуем любовь друг к другу, то это является одним из способов того, как мы развиваем эту любовь. Первое послание, Анна 4, 12. Пока вы не получите силу Божью. А также в послании Иуды он говорит, «Молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей». А потом вы открываете первое послание Иоанна 5, 18. «Хранить себя и лукавый не прикасается к нему». И это все работает в одной связке. Мы говорим о том, чтобы развиваться в этом. Я могу слышать, как кто-то, слушая это свидетельство, говорит, «Хотел бы и я так поступать». Вы можете так поступать, но вам придется начать практиковать это, молясь Духе Святому, вместо того, чтобы роптать и жаловаться, вам придется подчинять себя любви Божьей, верить и практиковать эту любовь каждый день, при каждой возможности по отношению к членам вашей семьи. Это практические вещи, которые вы делаете, чтобы развиваться в любви Божьей. Позвольте мне вам кое-что сказать. Не надо сразу же начинать практиковать это на своем муже, на своей жене, или на ком-то еще, с кем у вас получается постоянно ссориться. Нет, нет, нет. Не они являются вашей проблемой, а вы. Поэтому приходите и начинайте развивать это. Держите в отношении этого свои уста закрытыми. Вы можете быть добрыми и милыми, но не начинайте сразу же практиковать это на них, особенно, если они не движутся в духовных вещах так, как движетесь в них вы. Даже если и движутся, все равно. Ничего какое-то время не говорите. Просто возьмите и читайте это целый день. Я долго терплю. Я добр. Я не завидую. Я не превозношусь и не горжусь. Я не веду себя неподобающим образом. Я не ищу своего. Я не раздражаюсь. Я не мыслю зла. Я не радуюсь неправде, а сорадуюсь истине. Я все покрываю. Я всему верю. Я всего надеюсь. Я все переношу. И я никогда не терплю поражения. И вы продолжаете развивать и развивать это, поступая так при любой возможности. Но не делайте это с таким отношением. Посмотрите-ка на меня. Нет, вы поступаете так просто потому, что так правильно поступать. И вы просто продолжаете и продолжаете это делать. И в один прекрасный день, возможно, даже быстрее, чем вы думаете, это разовьется до такой степени, что вы сможете начать делиться этим. Но не надо сразу же бросаться. «О, я попробую это на старом Рой-Али и посмотрю, работает это или нет». Нет, не делайте этого. Это развяжет драку и ссору, и вы не снаряжены для того, чтобы справиться с этим. Да, вы с Рой-Али будете драться. Да, вы с Рой-Али начнете драться, потому что дьявол скажет. Да. И вы потерпите фиаско, так и не успев даже начать. Не делайте это таким образом. Развивайтесь. Развивайтесь. И по мере того, как вы будете развиваться, Господь будет давать вам возможности и открывать для вас двери. И сталкиваясь с какими-то ссорами, не начинайте пытаться исправить ситуацию. Держите себя в руках. Будьте сдержаны. Даже если вы что-то и выпалили, сразу покайтесь. Отдерните себя и скажите, «Нет, Господь, прости меня. Я нарушил это местописание. Мне нужно вернуться обратно». Это и есть практика. Тренируясь играть в футбол, вы совершаете ошибки. Но именно поэтому вам и нужно тренироваться, чтобы вы могли выйти на такой уровень, когда вы сможете сдать этот экзамен. И многие верующие пытаются понять, почему я не продвигаюсь дальше. Потому что вы продолжаете сдавать тот же самый экзамен. Пора уже подготовить себя к тому, чтобы сдать его. Тебе стоит остановиться на этом поподробнее, потому что это как раз и является проблемой многих людей. Мы проводим так много времени в изучении, и мы знаем это, и мы понимаем это, «Но каждый раз, когда Бог дает нам возможность перейти на следующий уровень, мы этого не делаем. Мы не делаем того, что знаем. Мы продолжаем подчиняться плоти, потому что вы все еще младенцы». «Вы возвращаетесь к тому, что вы делали раньше». «Делали раньше». «И что вам удобно и легко». Возможно, те вещи, которые вы делали раньше, намного легче тех, которые придется вам делать. Но каждый раз, выбирая развивать характер, вы будете становиться сильнее. И на прошлой неделе мы говорили о том, что характер — это выбор. И вы выберете либо развивать характер, либо идти на компромисс. И когда вы выбираете развивать характер, вы начинаете смотреть на это, говоря, «Хорошо, это экзамен. Я готовлюсь сдать его. Я готов к нему». Я читал 13 главу 1 послания к Коринфянам. Я готовился к нему в мелочах, которые возникали в моей семье. Я готов к этим вещам. Я готов. И когда вы сдаете этот серьезный экзамен, Вы получаете продвижение. Вы получаете продвижение. И в результате сдачи этого экзамена приходит умножение. Но очень многие христиане пытаются понять, «Почему у меня по-прежнему нет никаких сдвигов?» Да, вы делали это. Вы читали это и молились об этом. Но когда пришло время экзамена, вы его провалили. Вам придется сдавать его снова. Вы не перейдете на следующий уровень, пока прежде всего не докажете, по сути дела, самим себе, что вы готовы перейти на следующий уровень. Знаете, мне было очень трудно этому научиться. Я ухватывался за это, слава Богу. Сразу срывался с места, выбегал туда. Меня сбивали с ног. Я поднимался, и мне приходилось возвращаться и предпринимать следующую попытку. Вам так легко возвращаться к тому, что вы уже знаете, потому что вы уже развились в этом. Вы развились в том, чтобы полагаться на медицину. Вы развились в том, чтобы полагаться на то, что вы возьмете у кого-то взаймы. Вы развились в том, чтобы покупать что-то в долг и так далее. И вам легко это делать, потому что вы развиты в этом. Вы изменяете весь свой образ жизни. Поэтому вы берете и работаете над этим. Вы развиваете это. Вы думаете об этом. Вы говорите это, и вы делаете это. И открывая утром глаза, вы говорите, «Сегодня тот день, в который я принимаю. Я являюсь любовью Божьей. Я хожу в любви Божьей. Он во мне». И вы делаете это целый день. От избытка вашего сердца начнут говорить ваши уста. Вот тогда-то это и выходит в силе. Наше время подошло к концу. Фактически оно уже вышло. Вчера мы коснулись определенной сферы, говоря о развитии любви. Я верю, что Господу потребовала вся прошлая неделя, чтобы подвести нас к тому, что, как мы вчера говорили, нам нужно уделять время тому, чтобы развивать это до тех пор, пока любовь Божия не заменит собой весь эгоизм и все остальное, что лежало на поверхности. Любовь Божия всегда была в нас. Она всегда была внутри нас. Когда вы развиваете ее, поступая по Слову Божьему и говоря Слово Божье, кто соблюдает Слово Его, в том, если на любовь Божия совершилась или развилась, вы приходите к тому, что любовь вытесняет все, что основано на страхе. Совершенная любовь изгоняет страх, и вы приходите к тому, когда от избытка вашего сердца говорят ваши уста, и это становится вашим образом в жизни. Вот почему так важно молиться в Духе Святом, назидать себя на святейшей вере, молясь Духом Святым, хранить себя в любви Божьей. И это действительно трудно, поступать эгоистично после того, как вы провели время, молясь в Духе Святом. Вчера мы также говорили... Разве ты не согласен, что именно на этом уровне и находится большая часть тела Христова, дорожащая Словом Божьим? О, да. Я имею в виду, мы знаем, какими мы должны быть. Мы чувствуем это в своем сердце. Мы знаем, что мы должны быть такими, как Иисус, что у нас должен быть такой же характер, какой был у Него, когда Он ходил и производил что-то на этой земле. Но мы просто не знали, как этого добиться. И я думаю, что именно это Бог и проясняет в эти последние дни. Вы можете быть укоренены в любви Божьей, или же вы можете быть укоренены в горечи. 12 глава послания к евреям. Посмотрите. Послание к евреям, 12 глава. Я обещаю, что мы еще закончим разбирать 13 главу 1 послания к Коринфянам, но 12 глава послания к евреям кое-что здесь нам говорит. В 15 стихе говорится, «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не отвернились многие». Возникну. Возникну. В расширенном переводе Библии говорится, «Проявляйте предусмотрительность и наблюдайте друг за другом, следя за тем, чтобы никто не отпадал и не лишался Божьей благодати, его незаслуженного благоволения и духовного благословения, для того, чтобы не был пущен никакой корень обиды, горечи и ненависти, и чтобы он не стал причиной беды и горького мучения, и чтобы им не были заражены и сквернены многие». Где есть мучения, там есть страх. В корне этого лежит страх. Корень горечи противоположен корню любви. То, что будет из вас исходить, определяется тем, в чем вы укоренены. Самим корнем? Да. Крефло, я вижу это. Даже больше, чем вчера в конце прошлой передачи. Да. Если мы будем продолжать делать то, что мы развивали, будучи связанными с этим миром, а мы развивали образ жизни страха, который развивал чувство эгоизма и самозащиты и так далее, и это находится прямо на поверхности, потому что это сеялось, это укоренялось, и это поливалось, и это подпитывалось. И это лежит на поверхности, готовое вырваться и выплеснуться наружу. Стоит кому-то что-то сказать, как это тут же вырывается наружу. И вы думаете, «Ведь мне не следовало этого говорить». «Наверное, со мной что-то не так». Нет. Вам просто нужно выкорчевать этот корень и на его месте дать укорениться любви Божией, чтобы она, развиваясь, вытесняла все это старое, и вы выходили на тот уровень, когда вырывалась бы наружу именно она, а не что-то другое. Мы должны осознать, что за наше развитие отвечают те незначительные вещи, которые мы делаем каждый день. То, что вы делаете, это то, в чем вы и будете развиваться. Если вы каждый день будете говорить слова «сомнения» и «неверие», то вы будете развивать себя в «сомнении» и «неверии», поскольку это то, что вы делаете каждый день. В начале года я принял решение, что я лучше закончу год, радуясь тому, в чем я развился, и чего у меня раньше не было, нежели буду сидеть в конце года и сожалеть о чем-то. Знаете, это тяжело. Я имею в виду это ужасно, сидеть и сожалеть о том, что вы чего-то не сделали, а время ушло. Поэтому я сказал, я буду ходить в тренажерный зал по крайней мере четыре раза в неделю, что бы там ни было. Если мне придется идти в него в воскресенье утром, перед тем, как я буду проповедовать, после того, как я закончу проповедовать, я буду делать это на протяжении всего года. «Делая это, я буду развиваться в этом». И через четыре-пять месяцев вы доводите это до автоматизма. Иногда поднимая штангу, но из-за того, что я развился в это, мое тело, мои чувства были натренированы. Мое тело было приучено к тому, что когда нужно встать и сделать это, я не думаю о том, как я себя чувствую. Ваша тренировка берет верх даже над вашими чувствами. «Тебя привело туда твое решение». Все началось с моего решения. Но именно тренировка поддерживала тебя. Да, я вижу это. Именно об этом мы и говорим, говоря о хождении в любви Божьей. Для того, чтобы любовь проявлялась автоматически, это придется развивать. Вы не можете делать это время от времени, иначе вы и любить будете лишь время от времени. И вы не можете это делать, основываясь на чувствах. Понимаете, в чем я себя развиваю, то в результате и будет. Все очень просто. Что вы делаете каждый день? Посмотрите на свою жизнь, проверьте ее. Что вы делаете каждый день? Именно в этом вы и развиваетесь каждый день. Если вы постоянно злитесь, то вы развиваетесь в злости. Если вы постоянно боитесь, что вы делаете? Что вы делаете? Просто посмотрите на себя. Посмотрите на свой график, и он вам скажет. Он скажет вам, что вы в результате получите. Вы будете развиты в этом. Если вы кричите на своих детей по три раза, прежде чем они что-то сделают, вынеси мусор, вынеси мусор, и затем в третий раз, я сказал, хорошо, то вы развиваете, вы приучаете не только себя, но и их реагировать только тогда, когда вы повышаете голос и выходите из себя. Что вы делаете? Даже несмотря на то, что им это не нравится, они будут повторять это. Да. Даже не зная, почему они это делают. Так что вы развиваетесь, и развиваются и окружающие вас люди. Поэтому я рад, что мы вчера об этом поговорили. Когда вы смотрите на подобного рода вещи, любовь к Божью нужно развивать, ее нужно практиковать, чтобы мы могли войти в праведность Божью. Помните, в 6 главе Евангелия от Матфея, где Иисус сказал о том, что «Ищите же прежде Царство Божие», Он неоднократно говорит «Не заботьтесь или не думайте». Да. По-моему, Он повторил это четыре раза. Не думайте, не думайте, не думайте. И затем в конце легко понять, что Он хочет этим сказать. Но не думайте обо всем этом. Другими словами, Он говорит здесь вот о чем. Следите за тем, о чем вы думаете, так, чтобы вы могли автоматически думать о том, на что вы имеете право. Остановите это, пока это является лишь мыслью. Да, я вижу это. То, что ты делаешь снова и снова, брат Коупленд, в этом ты и будешь развит. Он сказал, что так поступают язычники, потому что они не могут получить это как-то по-другому. Они должны думать о том, что они получат там, в мире, потому что они сами себе являются Богом. Позвольте мне сейчас кое-чем с вами поделиться, потому что Крефлан начнет говорить о том, как развивать это. И я верю, что вам это поможет. Мне это, несомненно, помогло. Еще в начале 70-х годов Бог говорил мне о том, чтобы я лучше заботился о своем теле. И была некоторая пища, с которой мне нужно было разобраться. Поскольку я так ее любил, я был у нее в рабстве. Он сказал, если ты будешь ждать, пока кто-то тебе ее предложит, чтобы отказаться от нее, то в среднем, в половине случаев, ты не сможешь от нее отказаться. Но если ты откажешься от нее раз и навсегда, то когда тебе будут ее предлагать, ты уже от нее отказался. Искушение подавляется и подавляется до тех пор, пока оно не уходит. И тогда у тебя нет с этим особых проблем. Я спросил, как это делается. Он сказал мне взять тарелку. Я взял пустую тарелку и поставил ее перед собой. Я положил на эту тарелку кусок хлеба. Мне действительно было тяжело отказаться от хлеба. Мне постоянно так его хотелось. Но помимо хлеба были еще разного рода сладости. По сути, Бог говорил со мной насчет сахара. Мое тело было действительно чувствительно к сахару. И просто никак его не воспринимало. Я положил все это на тарелку, возложил на нее руку и сказал, «Ты мне больше не нужен. Никогда». Позже я поступил точно так же со сварливостью и гневом. «Вы мне больше не нужны». Это был акт веры. И оттолкнула ты от себя. Я изгоняю вас из своей жизни. Я взял Библию, открыл ее там, где говорится о вечере Господней, поставил перед собой хлеб и чашу, символизирующие кровь и тело Иисуса. Когда дело касалось сварливости, то во второй главе, второго послания к Тимофею, говорится, «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем учителям» и так далее. Я взял места Писания, говорящие о любви, и вложил их в свою жизнь, выбросив из нее сварливость. То же самое я сделал и в отношении той еды. Затем я совершил хлебопреломление. Я поставил перед собой хлеб и чашу. Я видел, как это сделал Эд Коул. Фактически, однажды он сделал это прямо на нашей передаче, когда речь шла о людях, увлекавшихся порнографией. Он поставил там свой ноутбук. Это может быть еда. В том случае был компьютер. Это может быть сварливость, что угодно. Если хотите, вы можете взять карточку и написать на ней «сварливость», «страх» и так далее. Положить ее на тарелку и оттолкнуть это от себя. Вот весь этот мусор, а вот Слово Божье, вот кровь и тело Иисуса. Я совершил хлебопреломление. Я провозглашаю, что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти, и я свободен от этого. Я свободен от этого. Это не означает, что мне больше не придется иметь дело с симптомами этого, но я провозгласил раз и навсегда. Я свободен от этого. И послушайте, для того, чтобы вернуться к этому, мне нужно пройти через кровь Иисуса, мне нужно пройти через тело Иисуса, мне нужно пройти через Слово Божье. Я сидел и смотрел на это до тех пор, пока... И я также попросил Господа, пусть это оставит свой отпечаток в моем разуме, в моем мозге. Пусть эта картина навсегда останется в моем духе. Вот тело и кровь Иисуса. Вот Слово Живого Бога. И вот смерть. Вы движетесь в этом направлении. Вы должны развивать это. Вы должны идти и делать это. Вы не можете просто витать где-то в облаках, думая, у меня больше никогда не будет с этим проблем. Сатана позаботится о том, чтобы у вас снова были с этим проблемы. И что касается некоторых вредных привычек, то вам вокруг вашего качественного решения нужно установить определенные границы. Потому что многие люди, они принимают решения, но они не устанавливают необходимые границы, чтобы поддерживать свое решение. И происходит следующее. Они принимают решения. Я больше не буду курить никаких косячков. Я больше не буду в это втягиваться. Но они продолжают вращаться среди людей, которые курят косячки. Иногда самая большая перемена, которую вы можете произвести, связана с теми людьми, среди которых вы вращаетесь. И вы должны установить границы, которые это сделают. Знаете, что делает боец-чемпион перед тем, как встретится с соперником на ринге? Он идет и закрывается. Он закрывает двери своего тренировочного центра. Туда никого не впускает ни при каких обстоятельствах. Он закрывается там и проходит недели за неделей, недели за неделей. Потому что он знает, что ему предстоит встретиться лицом к лицу с бойцом, который делает то же самое и который сделает все возможное, чтобы выбить ему мозги. И он знает, что ему предстоит это. Вы знаете, что вам предстоит. И он идет, закрывается и тренируется, тренируется и тренируется. В день боя он готов. Если он будет нарушать правила тренировки, то он проиграет. Если он строит себе пару выходных и встретится со своими старыми приятелями, выпьет одну-две бутылки пива, то я гарантирую вам, что какая-нибудь детина с горящими глазами на нем живого места не оставит, потому что он не готов к этому поединку. Но если мы уделим время молитве, уделим время поклонению и прославлению Бога, обратимся к этим местам Писания, чему ты сейчас и будешь нас учить, и будем исповедовать это, будем вкладывать их в свое сердце и вкладывать их в свою жизнь, то Бог снова будет помогать вам хранить вокруг вас эту ограду до тех пор, пока вы не будете готовы. Если вы будете продолжать покидать свой тренировочный лагерь, будете и дальше путаться с этой кучкой глупцов и говорить, брат Коплан, да, но я хочу повернуть их к Богу. Вы недостаточно сильны, чтобы повернуть их к Богу, а не повернуть вас к дьяволу. Потому что вы развитые, приучены не быть усердными. Да. И вы развиваете, и учите себя не быть усердными. Я выбрасывал свои сигареты из окна машины, и моя плоть говорила. Понимаете? Я испытывал на себе настолько сильное давление. Я хочу, но я не должен этого делать. Боже, они не будут меня любить, если я буду курить. Это ложь из ада. И в конце концов, через несколько дней, я не выдерживал и укурил сигарету, и дьявол говорил, ты мог уже выкурить всю пачку, ты все равно идешь в ад. Глупее не бывает. Но я был глупым. Я не знал, что говорила об этом Слово Божье. И потом, в следующие 2-3 недели, я плакал, стонал и ухал, потому что я так сильно расстроил этим Бога. В конце концов, я попал на собрание, на котором 3 недели подряд проповедовалось откровение Слова Божьего. После 2 недель тех собраний, я сел в машину, заглянул за солнцезащитный козырек, и там лежала пачка сигарет. А я 2 недели даже не думал об этих сигаретах. Слово Божье отделило меня от них. Оно развивало меня, пока я был на тех собраниях. Именно с этой целью мы и проводим конференции верующих. 28 лет назад Бог сказал нам, если вы организуете 6-дневные собрания, на которых с утра до вечера будет проповедоваться Слово Божье, то люди, находящиеся в рабстве, приехав туда в понедельник, в субботу вечером уедут оттуда развитыми Слово Божьим. Полное погружение в Слово Божье. Обновление разума, исцеление тела, укрепление духа. Вот какова цель этих собраний. Это не просто время повосклицать. И когда люди осознают благость Божью, даже если вы запутались, и вы осознаете благость Божью, с вами что-то происходит. Так что вам просто хочется вернуться назад и сказать, Господь, подожди минутку, я должен это делать, потому что Ты так благ ко мне. Да. И когда говорится о том, что благость Божья приведет вас к покаянию или к тому, что вы поменяете насчет этого свое решение, это лучше, чем слышать проповедь о том, что, о, Бог вам задаст, Он злится на вас за это. Теперь вы понимаете, Бог благ, Он все равно любит меня. И вы думаете, я могу это делать. Он призвал меня, зная, каким я был негодяем. Я имею в виду, что Он так благ. Но Он уверен в вас, понимаете? Он уверен в этой любви. Он уверен в Слове Божьем, и Он уверен в вас. И это все изменит. Все изменит. Это все изменит. Любовь Божья. Любовь, которая в нас больше всего того, что может противостоять нам. И когда мы берем эту любовь, которая внутри нас, веря, что это любовь, которая в нас больше, это больше, чем просто говорить. Тот, кто во мне, больше того, кто в мире. Я верю, что любовь Божья, которая во мне, больше, чем что-либо в этом мире. И она никогда не терпит поражения. Она никогда не подведет вас. Она всегда будет работать, постоянно. И вот здесь-то и подключается развитие. Я знаю, что вера действует любовью, но развивая свою веру и веру в любовь Божью, которая была вложена внутрь меня, я занимаю такое положение, когда я могу иметь покой, потому что я знаю, что я знаю, что Бог любит меня. И поскольку Бог любит меня, Он исцелит меня, Он освободит меня. Он никогда не оставит и не покинет меня. Он не оставит меня в этом одного. У меня есть вера и любовь Божья, несмотря на то, что вера Божья действует любовью Божьей. Как мы уже говорили, у вас должно быть и одно, и другое. Они как бы постоянно дополняют друг друга. И если вы смотрите нашу передачу, начните развиваться. Просто начните что-то. И начните что-то, опираясь на Слово Божье. Я думаю, именно в этом и проблема. Мы что-то начинали, но делали это без Слова Божьего. И мы развились в этом. А когда вы развиваетесь в Слове Божьем, почему мне нужно развиваться в любви Божьей? Я скажу вам почему. Когда вы развиваетесь в любви Божьей, то одновременно с этим начинает развиваться все, что исходит от любви Божьей. Я увидел, что чем больше я возрастаю в любви Божьей, начинают расти и другие вещи. Я начинаю сеять свои семена, начинает расти урожай. Я начинаю молиться, начинают расти результаты моих молитв. Мое прославление. Есть что-то особенное в прославлении Бога. Я увидел, что Бог назначил ангелом. В большинстве случаев, когда вы это читаете, как результат молитвы, на сцену выходят ангелы. Им было поручено внимать нашим молитвам. Но Бог поручил самому себе внимать наших молитв. Любовь — это не что-то одно, а Бог другое. Это одно и то же. Бог есть любовь. Это первый стих, который я выучил в Библии. Бог есть любовь. У него не просто есть любовь. Он есть любовь. И когда Дух Святой излил любовь в наши сердца, Он излил Бога в наши сердца. Именно. Он излил в них Бога. Аллилуйя. Это заставит вас прыгнуть на стол и станцевать чечетку. Слава Господу. В 13 главе 1 послания Коринфянам также говорится, что любовь Божья не ревнует. Говоря о ревности, мы имеем в виду беспокойство, являющееся следствием страха, из-за того, что предпочтение отдается кому-то другому. Подозрительность в любви. Вот в чем суть ревности. У вас не должно быть подозрений, любят ли они. Или я ревную, потому что вижу результаты в жизни кого-то другого, и я говорю, о боже мой, я действительно боюсь, что это предпочтение в вашей жизни, больше предпочтения в моей жизни. Когда мы проводились здесь, в Форт-Уорте, нашу первую конференцию верующих, Джимми Хестер был пастором церкви, основанной им в Арлингтоне. И в то время Джерри Сивейл был пастором церкви на юге Форт-Уорта. Было объявлено, что Джерри будет проповедовать на дневных служениях. И Джимми сказал, «Как только я это услышал, я подумал, как я смогу поддержать эту конференцию и сказать всем своим людям пойти на служение Джерри Сивейла? Они придут на них и узнают, какой он хороший проповедник. И тогда все мои люди могут начать ходить в его церковь от Арлингтона не очень далеко до юга Форт-Уорта». И он сказал, «Я начал так думать». Это ревность, понимаете? Но потом он подумал, «Подождите минутку». Крефло так начинает думать именно муж Божий. Он сказал, «Подождите минутку». Если он настолько куда лучше проповедник, то, может быть, нам всем нужно встать под его служение. Это не мои люди, это Божьи люди. И если есть место, где они получают пищу лучше той, которой кормлю их я, то, может, им нужно пойти туда. Мне самому нужно тогда пойти поучиться. И он встал в церкви и сказал, «Я хочу вам сказать, что мы поддержим эту конференцию верующих. Вы можете сами выбирать, на какие служения вам ходить, за исключением служения Джерри Сивейла. Я говорю каждому члену нашей церкви и всю неделю ходить на служение Джерри Сивейла. Я приказываю вам ходить на них». Характер. Да, он встал. И он сказал, «Этот Сивейл проповедовал, проповедовал и проповедовал. И это было просто потрясающе. И вот наступило воскресенье. Он сказал, «Я не знал, придет кто-то утром на служение или нет. Я пошел в церковь и увидел полный зал, полный зал наполненных верой людей. Джерри Сивейл наполнил их и отправил обратно в церковь. И моя церковь вышла на совершенно новый уровень». Он сказал, что выросли пожертвования, выросла посещаемость, они стали сильнее. Это работает любовь Божья. «Боже мой, наше время подошло к концу». То, что мы вчера говорили о развитии любви Божьей, что ее семя уже было посеяно в нас Духом Святым. Любовь Божья излилась в наши сердца Духом Святым, но мы могли так никогда ее и не развивать. Слово Божье говорит, «Совершенная, практикуемая, развитая любовь вытесняет страх». Вы достигаете этого любя. Если мы никогда этого не делали, то это семя не поливалось, не развивалось. Это не что-то, что Богу нужно прийти и сделать за нас. Он уже это сделал. Помнишь, крефло Евангелие от Луки, когда Иисус говорил о том, что если твой брат согрешит против тебя, то, прощая его 490 раз, они сразу же попросили, «О, умножь нас веру!» Аминь. Они попросили, «О, умножь в нас веру!» Он сказал, «Если бы вы имели веру зерно горчичное, вы бы сказали этому дереву, и исторгнись, и пересадись в море». Другими словами, если вы хотите умножить свою веру, то начинайте. Это всего лишь зерно, но вы используете его. И чем больше вы его используете, тем больше оно развивается. Чем больше оно развивается, тем больше вы должны его использовать. Все то же самое. То же самое можно сказать обо всем Царстве Божьем. И вы развиваетесь, обеззараживая себя. Понимаете, вы заражены теми вещами, которые вы делаете, которые порождены эгоизмом. Ведь до того, как вы родились свыше, вы по существу были эгоистичными, и вам нужно учиться вырастать из этого. Вы живете в мире наполненным страхом. Но развиваясь в любви Божьей, вы постепенно отходите от эгоизма и отходите от горечи. Вы отходите от тех вещей, которые вы привыкли делать. Когда вы освобождаетесь, вы должны освободиться от чего-то, и для чего-то другого. Освободиться от, но быть освобожденным во что-то. И я думаю, что суть освящения именно в этом. Это не просто быть отделенным от чего-то, но вы должны быть отделены к чему-то. Однажды Господь сказал мне, я развернул работу по улучшению некоторых вещей здесь, в служении. И я действительно расстроился из-за этого. Меня это только изматывало. Уходило куча денег и времени. И у меня не было на все это времени. И Господь начал говорить со мной об этом, чтобы успокоить меня и отстранить от этого дела. Потому что я чуть было не разрушил то, что уже сделал, и чуть не остановил свою веру. Останавливая свою веру, вы не можете угодить Богу, даже если вы и построите это. И во время молитвы Господь указал мне на это и сказал, ты ничего не можешь улучшить, будь то дух, твой разум, твое тело, или качество того, что тебя окружает. Ты не можешь улучшить это без молитвы, времени и денег. Для этого требуется одно, второе, третье. Вам придется потратить на это какое-то время. Вам придется потратить какие-то деньги на какие-то кассеты, книги, и потратить какие-то усилия. Вы могли бы в это время заниматься чем-то другим, но вы будете тратиться на это до тех пор, пока... Но какое-то вложение в любовь Божью. Любовь Божия вытесняет страх, а где ни страха, там нет поражения. Это так здорово. Слава Богу. Мы говорили о мириле любви. Вчера мы разбирались с ревностью. И в заключение прошлой передачи мы говорили о том, что нам вообще не нужно ни с кем себя сравнивать, потому что это породит соревнующуюся ревность. А когда в какой-то ситуации у вас есть соревнующаяся ревность, тогда вы не будете ходить в любви Божьей. И фактически, вы не дадите себе подняться на более высокий уровень, и получите умножение, потому что побоитесь делать это для Бога. Я помню, когда поднялся вопрос о десятине. Должен ли я отдавать свою десятину в свою поместную церковь? Или, поскольку Иисус является над ней Господом, я должен отдавать ее туда, куда Он говорит ее отдавать? Наверное, для многих людей это до сих пор является вопросом. Но я помню, когда Он встал передо мной. И я сказал, «Господь, я так и скажу». И я сразу же осознал, что пришел страх. Страх того, что если я так и скажу, то большинство людей отдаст свои десятины в другое место. И тогда нашей церкви будет не хватать десятин, потому что они отдадут их в другое место. Когда пришел этот страх, тогда я понял, что именно так я и должен сказать. Это был вопрос характера. Я просто знал, что я должен был так и сказать. Я так и сказал. Да. Был страх. Да. И Писание говорит, «Боящийся не развит в любви». Вот оно. Я учил на эту тему. Получилось аж две серии кассет. Я сказал, «Молитесь и спрашивайте Бога, куда Он хочет, чтобы вы отдали свою десятину». В большинстве случаев она пойдет в вашу поместную церковь, где вас кормят. Но если Иисус говорит вам взять вашу десятину и отдать ее в другое место, то будьте послушны Ему. И делайте именно то, что Он говорит. И я никогда этого не забуду. Наши десятины выросли. В тот год в нашей церкви 80% людей отдавали десятину. Потому что то, чего, как мне казалось, я боялся, когда я взял и разобрался с этим, оно пошло мне же на благо. Иисус почтил это. Он является Господом десятины. И то же самое и с пожертвованиями. Я никогда не забуду, когда этот человек приехал к нам в церковь, и мы собрали пожертвования. Мы тогда как раз строили свое здание. И я сказал, «Все, что мы сегодня соберем, мы отдадим нашему проповеднику». И мы собрали почти 90 тысяч долларов. У нас полным ходом шло строительство. Это больше, чем приходило к нам на строительную программу. Раздался этот сигнал тревоги. Кто я такой, чтобы лишаться этого? Я сказал, «Я должен отдать этому человеку все, что мы собрали, и еще добавить что-то к этому». Лучше так и сделать. Я сказал, «Если я этого не сделаю, если я сегодня провалю этот экзамен, то мне потребуются годы, чтобы оправиться от этого». Ты мог никогда и не оправиться. Я знаю. И мы так и сделали. Знаете, в то время у нас была такая ситуация, когда нам очень были нужны деньги. Я имею в виду, что нам приходили счета. Мы строили свое здание без долгов. И приходили счета на миллионы долларов. Это уже были счета не на сотни тысяч долларов, миллион долларов за это, миллион долларов за то. И мы так и сделали. И мы сняли с нашего счета последние деньги и дали 70 тысяч долларов. И я не знаю, как Бог это сделал, но Он снова явил нам и по отношению к нам свою любовь. И деньги пришли. Начали приходить миллионы. С того момента у нас никогда не было никаких задолженностей, и как результат, мы построили свое здание без долгов. Я убежден, что когда вы выбираете делать то, что будет проявлять характер любви и характер Бога, Бог развернет это и покажет вам то, что вы показали и проявили в характере по отношению к Нему. Да, да, да. Вы сеете это семя характера в любви и начинаете развиваться в этом. Теперь я развит в этом. Я готов это делать. Это больше не вопрос. Я даже не думаю об этих вещах. Когда Бог готовится сделать что-то подобное и сказав тебе построить это здание, Он знал, что на тот момент это было выше ваших возможностей. Он послал к вам того человека. Да. Тот человек проповедовал и был послушен Богу. Затем, когда ты сдал экзамен и доказал, что готов к продвижению, Бог пришел и сказал, послушай. Здорово. Сатана, не прикасайся к этому. Теперь я могу сделать для этого человека больше, чем мог сделать для него на законных основаниях вчера. Почему? Потому что он закончил второй класс и перешел в третий. Это правда. Я должен обращаться с ним как с третиклассником, потому что он закончил второй класс. А то он будет обращаться с тобой как с четвероклассником и так класс за классом. Вчера, после того, как мы уехали из студии, я ехал по городу на одну встречу и узнал о своей машине то, чего раньше о ней не знал. Я еду, и вдруг в моей машине начинает что-то пикать. Я никогда раньше такого не слышал. Услышав это пиканье, я сразу же понял, что это какой-то предупреждающий сигнал. Я еду по шоссе, и этот сигнал, все... Я думаю, что? Я же еду. Я сразу же почти инстинктивно посмотрел на панель, не горят ли на ней красные лампочки, нет ли там чего-то. И знаете, что я увидел? У меня по-прежнему был включен поворот. Получилось так, что я включил левый поворот, выехал на шоссе, пропустил двигавшийся транспорт, чтобы выехать на свою полосу, и так и не повернул. Поэтому он не отключился. На шоссе был шум, у меня работал магнитофон, и я не слышал, что был включен поворот. Я потянулся и выключил поворот. Каким-то образом я инстинктивно понял, в чем было дело. Я посмотрел туда и увидел мигающую зеленую стрелку. Я выключил поворот, и пика не прекратилась. Я подумал, хорошо. Когда я уже почти приехал домой, я подумал, дай-ка я гляну, сколько нужно времени, чтобы сработал этот предупреждающий сигнал. Я включил поворот и нажал на секундомер, чтобы засечь время. Прошло 40 секунд. Через 40 секунд, после того, как я включил поворот, и он не отключился, раздалось это пиканье. Это был самый противный сигнал. Я никогда раньше не слышал его в той машине. И меня осенило. Я сказал, «Слава Богу!» Господь сказал, «Это первое послание Иоанна 4,18. Боящийся не развился в любви». При первом же признаке страха, что ты как раз и сделал. Когда настало время экзамена, ты был готов. Когда пришло это время, ты уже просмотрел свои места Писания, ты уже принял все решения. Ты был готов. Ты сделал то, что, как ты знал, нужно было сделать, несмотря на то, что твоей плоти это не нравилось. Ты еще немного добавил к тому экзамену, и это вылилось в лучшее семя. Да. Не так ли? Так и было. Это как красный свет на приборной панели. Это как тот предупреждающий сигнал. Да. Вдруг я понял, что что-то не так. Я осмотрел всю панель. За одну-две секунды я догадался, в чем было дело, и выключил поворот. Опасная ситуация разрешилась без проблем. Бог встроил туда предупреждающий сигнал. И если вы осознаете это, то при первом же признаке страха вы говорите, «Слава Богу, я любовь Божья. Я никогда не терплю поражения. Я не напыщен. Совершенная любовь изгоняет страх». И ревность будет продолжать оставлять вас позади. Если вы ходите в ревности и не осознаете такого рода вещей, если вы ходите в соревнующиеся ревности и вы начинаете соревноваться с людьми, начинаете делать еще что-то в этом роде, то вы не на том пути. И вы прежде всего не сдаете этот экзамен, и вы будете продолжать оставаться позади. Именно это Бог и сказал. Истреблен народ мой или продолжает оставаться позади. Я становлюсь, медью звенящей или кимвалом звучащим. В английской Библии используется слово «становлюсь». Вы начинаете отступать назад, сдавая свои позиции. Да, я вижу это. Поэтому мы говорим сейчас о том... Подумайте, что исповедует ревнивый человек. Да. Интересно, почему со мной такого не происходит. Почему я этого не получил? Я никогда ничего не получаю. И он начинает жалеть себя. Я никогда ничего не получаю. Бог никогда для меня этого не делает. Интересно, почему Он для меня этого не делает? Он сделал это для него, Он сделал это для нее. Почему Он для меня этого не делал? Вы просто твердите о том, чего у вас нет, чего у вас никогда не будет, чего вы не можете. И вы имеете то, что говорите. Это ловушка, не так ли? Слава Богу Я вижу это Подозрительный в любви Уберите эту подозрительность Уберите эту подозрительность Дальше он говорит о том, что любовь не хвостлива Это действительно важно Потому что так вы отнимаете у Бога хвалу А этого не стоит делать Вы пытаетесь хвастаться и хвалиться собой, а не Богом Вам нужно быть здесь очень осторожными Потому что Бог получает славу за все Что происходит в нашей жизни Мы так стараемся заставить людей признать нас И признать то, что это мы это сделали Но вы должны понять Это все потому, что я молился прошлой ночью 12 часов Именно поэтому все это и произошло Нет, будьте здесь осторожны Если мы будем хвалиться собой Библия строго говорит, по-моему, в 23 стихе 9 главы книги пророка Еремии Да не хвалится богатый богатством своим Да не хвалится мудрой Мудростью своей Да не хвалится сильной силою своей И в расширенном переводе Библии говорится Крифла, а если человек В 9 главе Еремии А если человек говорит, я все могу, укрепляющий меня Христе О да, это замечательно Но тем не менее, если он попадается в эту ловушку, о которой мы говорим Без любви он становится медью звенящей или кимвалом звучащим Он говорит это без любви Может он и начал, опираясь на слово Божье Но теперь он пытается заставить что-то произойти И он говорит, и говорит, и говорит Просто механически Просто механически Каков его мотив, когда он это говорит? Верно Да, это как-то связано Да Если он вдруг впадет в какую-нибудь религиозную гордость Да Особенно если дьявол подкрадывается, ослепляет его этим И тот человек по сути не осознает того, что он делает И дьявол говорит, да, для тебя это должно осуществиться, приятель Ты же завоевал для Иисуса четверых человек на прошлой неделе О да, я все могу, укрепляющий меня Христе Здесь он уклонился в сторону Да Да, верно Верно Писание говорит Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью Своею Девятая глава 9.23 Давайте прочитаем это из расширенного перевода Библии Книга Иеремии 9.23 Так говорит Господь Да не хвалится и не хвастается мудрый и умелый человек своей мудростью и умением Да не хвалится и не хвастается сильный могущественный человек своей силой и могуществом Да не хвалится богатый своим физическим вознаграждением и земным богатством Да не хвалится и не хвастается своими временными удовлетворениями и земными богатствами Но хвалящийся дохвалится тем, что понимает и знает меня лично и на практике Сразу отличает и узнает мой характер Что я Господь, практикующий любящую доброту, суд и праведность на земле Потому что я получаю от этого удовольствие, говорит Господь Да, этим все сказано, не так ли? Этим все сказано И я думаю, мы должны быть настолько чувствительными к тому, что то, что происходит в нашей жизни Является результатом его любящей доброты и его характера любви, который он хочет нам показать Как-то утром в аэропорту я приводил в порядок первый двухмоторный самолет, который был у нашего служения Я натирал его и прославлял Бога И туда приехали два человека, которые знали меня и знали Господа Они восхищались нашим самолетом И они сказали, о, брат Копланд, это замечательно, не так ли? Я сказал, друзья, это больше, чем замечательно Это слава, это благодать Божья И один из них сказал, только подумайте, это Божий самолет И прежде чем я осознал, что я сказал Это просто вырвалось из моих уст Я сказал, нет, это мой самолет Он сказал, что? Это вывело из равновесия его религию Он спросил, что вы имеете в виду, говоря, что это не Божий самолет? Я ответил, я посвятил его Богу Но он дал его мне Он дал его мне Я очень дорожу им Бог в своей благости и благодати дал его мне Все это время во мне говорил Дух Святой Я узнавал это одновременно вместе с ними И когда они уехали, Господь сказал Люди пытаются посвящать мне то, чего они никогда, по сути, не приняли как свое Когда я им это дал Здорово, это здорово Он сказал, тебе нужно принять и понять, что это дар, который я даровал по своей милости и своей благодати Это твое, и я хочу, чтобы ты претендовал на это, как на свое И потом посвятил это мне, чтобы я мог этим пользоваться Позже Бог попросил этот самолет Я молился как-то утром, и он сказал Я дал тебе этот самолет Я ответил, да Он сказал, он мне нужен Я ответил, он в твоем распоряжении Я опустился на колени и начал молиться Я позвонил Джерри Суэйлу Мы проводили очередное собрание Я сказал, если ты будешь молиться со мной об этом То мы будем вставать каждое утро около пяти часов утра И будем молиться до шести Пока не узнаем, куда должен уйти этот самолет И было еще кое-что, о чем я верил Но я не замечал связи между одним и другим Мы так и поступили Мы узнали Я посвятил его Перед тем, как отдать его, я сделал восстановительный ремонт двигателя И затем, когда мы сдали этот экзамен Бог продвинул И то второе дело И через одиннадцать дней у нас был самолет, который стоил в четыре раза больше предыдущего И деньги, чтобы начать наше телевизионное служение Слава Богу Слава Богу Но пришло время экзамена Во-первых, это был мой самолет Я не был обязан ему его отдавать И собственностью приходит и ответственность Конечно, все это принадлежало ему Но он дает это вам И он рассчитывает, что вы будете ответственны за использование этого Есть определенные вещи, которые не будут происходить в жизни верующего Если он не поймет Я бы сказал так Необходимости Сдавать определенные экзамены Вас просто не допустят к следующим экзаменам Пока вы не сдадите тот, который вам поставлен И если вы будете продолжать проваливать экзамен, проверяющий ваш характер То даже и не думайте об экзамене для продвижения Когда вы даже не прошли проверку на то, каково это Когда вас неправильно понимают Проповедники должны пройти через определенные вещи Просто чтобы самим удостовериться в своем служении Бог уже знает об этом Но если вы не понимаете, что значит пройти проверку на то, каково это, когда вас неправильно понимают То почему вы ожидаете экзамена для продвижения? Во-первых, пока вы не поймете, насколько важно сдать тот конкретный экзамен Это не дает вам права сдавать этот экзамен Есть кое-что, с чем мы должны сейчас разобраться и обсудить это прямо сейчас Я служил в армии Соединенных Штатов Я прибыл для прохождения службы 14 января 1957 года И следующие 8-10 недель со мной делали много такого, что мне совсем не нравилось Я очень быстро понял, сразу же в первый день-два Что я не могу идти, куда мне хочется Несколько недель назад Кейт Мур, говоря об этом, сказал Они отправляют вас на север страны, где стоит 40-градусный мороз И вы солдат И он сказал Разве у нас нет бас на Гавайях? Мне это не нравится, я хочу на Гавайях Я буду служить на Гавайях Вы не имеете права этого делать Вы солдат в армии Господа И все это развитие помогает вам выходить на такой уровень, когда вы становитесь сильнее вашего врага И вместе с этим приходит обеспечение Вы оказываетесь там, где вы должны быть Когда вы оказываетесь там, где вы должны быть Там к вам действительно приходит радость и смех Аминь Независимо от того, похоже оно на то поначалу или нет Кресло Но именно там и находится ваша радость Именно там и находится ваше освобождение И именно там вас и дожидается все то, что Бог для вас приготовил Именно поэтому Он вас туда и направил Мы должны это усвоить Мы в армии Господа Мы уже не гражданские лица Аминь Но Писание говорит Воюет ли солдат за свой счет? Боже упаси Нет Я служу в воздушных силах Иисуса Мне не нужно покупать свой собственный истребитель Нет, нет Нет, это его часть работы Наше время подошло к концу Опять? Опять Вся предыдущая и эта неделя Чтобы вы все знали Эта студия просто была наполнена радостью Господа Это было замечательное время, не так ли? Знаете, по-моему, мы уже говорили, что любовь Божья приведет вас в радость Господа Господина Это точно Да Радость Господа – это ваша сила Слава Богу И это просто замечательно И я еще раз хотел сказать тебе Насколько мы ценим твою жизнь Твое служение Которое Бог правильно назвал Изменяющее мир Слава Богу И мы говорим как раз о том, что изменяет мир Да, так и есть Знаете, мы говорили о том, чтобы развиваться в любовь к Божью В 13 главе 1 послания к Коринфянам Павел начинает говорить о том, чем является любовь и чем она не является Он сказал, что любовь нехвастлива, ненадменна, не тщеславна, не груба, не обидчива Но дальше он говорит, что любовь все переносит Это очень хорошо, потому что он говорит, что она не скандалит снова и снова Она покрывает тишиной Она все переносит Это здорово И затем в оригинале говорится Любовь никогда не терпит поражения Восьмой стих Хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем Когда же настанет совершенное Тогда то, что отчасти, прекратится Когда же настанет совершенное И дальше Павел говорит здесь кое-что очень интересное Когда я был младенцем Он говорит не о том, когда ему было два года Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил По-младенчески мыслил По-младенчески рассуждал А как стал мужем, то оставил младенческое Во втором послании к Тимофею 2.22 говорится «Юношеский похотей убегай» Да Когда Павел говорил о том, что он был младенцем А потом подзрослел и стал мужем Он говорил об этом именно в контексте любви Божьей Говоря о том, что любовь будет делать, а чего не будет И затем он прямо к этому и переходит Когда я был младенцем Когда я был младенцем в любви Я был надменным, хвостливым Ревнивым, завистливым Потому что я был младенцем Но я оставил то, что присуще младенчеству Эгоизму, гордости, греху И начал становиться более зрелым Начал развиваться и возрастать в любви Божьей Если вы устали быть младенцем в любви Павел говорит оставить младенческое и возрастать Становиться зрелыми В 22 стихе 2 главы 2 послания к Тимофею он говорит Юношеских похотей убегай Юношеские похоти Вы продолжаете говорить по-старому Вы продолжаете понимать по-старому Вы думаете как младенец У вас те же самые мысли У вас та же самая речь Те же самые страхи Те же самые поражения В тех же искушениях У вас по-прежнему есть проблема С отделением десятины и схождением в церковь Другими словами Вы сидите на мели Вы не возрастаете Мы говорили о том Чтобы иметь семя Вы родились свыше Обладая потенциалом Ходить в любви Божьей Да, кто во Христе Тут новое творение Но вы должны убегать От тех старых вещей В которые вы были вовлечены Что-то должно измениться Для того, чтобы развиваться В любви Божьей Которую дал вам Бог Вам нужно обновить свой разум Однажды в воскресенье Я спросил у своей церкви Я сказал Сегодня я хочу задать вам вопрос Я хочу знать Сколько сегодня утром У нас собралось здесь младенцев Да Они несколько призадумались И я спросил Являемся ли мы все еще Младенцами, живущими в распрях Младенцами, живущими по плоти Являемся ли мы все еще Плотскими христианами Или же мы приняли решение Становиться зрелыми в любви Божьей Беря данное нам Павлом Мерила И отказываясь быть ревнивыми Отказываясь ходить в зависти Начиная понимать и верить Любви Божьей, которую дал нам Бог И что-то вышло, когда я об этом говорил Я сказал До тех пор, пока вы не будете развиваться В любви Божьей Вы будете наслаждаться лишь счастью А не полнотой того, что хочет дать вам Бог Я думаю, что многие люди Как раз и сидят здесь на мели Получая чуть-чуть этого Чуть-чуть того Или применяя какой-то закон Они получают какие-то маломальские результаты Но далеко не полноту того, что хочет дать нам Бог Что ж тогда нужно делать? Нам нужно возрастать в любовь Божью Брат Копленд, я не хочу, чтобы все закончилось А я так и остался младенцем в любви Я хочу возрастать и быть мужем в любви Я хочу начинать любить, как зрелый верующий Но сейчас я знаю, в чем возрастать Когда речь идет о том, чтобы возрастать Я знаю, что он говорит о том, чтобы возрастать в любви Чтобы вырастать из зависти И больше не быть завистливым Не вести учет всего плохого Что мне сделали Да И это бросает вызов вашей плоти Знаете, в одном из переводов Библии говорится Любовь не обращает внимания на то плохое, что ей сделали Вы должны развиваться в этом Потому что вы обращаете внимание Вы должны возрастать в этом Да, потому что не тренируя себя в этом Вы делаете только то, что привыкли делать А именно Да, я обращаю внимание на то плохое, что мне сделали Крефло Это особенно трудно Если вы выросли в атмосфере и обстановке фанатизма Да Если всю жизнь Вас окружали фанатики, для которых имеет значение цвет вашей кожи Из какого квартала? Что делали ваши родители? В какую церковь вы ходите? И так далее Если вы выросли в атмосфере предубеждения и фанатизма Тогда вы выходите на тот уровень Когда ничто из этого больше не будет оказывать на вас Никакого влияния Мы говорим здесь о том, чтобы развиваться Знаете, если вы приходите в ресторан И вы не развиты в этом И вас плохо обслуживают То сатана проследит за тем, чтобы вы сразу же подумали А не так обращаются со мной Из-за цвета моей кожи Через пять минут после вашего хода Я прихожу и сажусь за тот же самый столик Я не был приучен думать таким образом И вот я прихожу Сажусь за него Я думаю, что у них просто плохое обслуживание Я хочу знать Да что такое с этим официантом, который меня обслуживал Но если я зайду туда В кожаной куртке и в кожаных штанах Если я подъеду туда на своем Харле Припаркую его перед входом Зайду и сяду за тот же самый столик И меня точно так же плохо обслужат То теперь я думаю, что это из-за моей одежды Возможно, я не знаю Но вы должны выходить на такой уровень, когда вы понимаете Я тут ни при чем Не важно, что они думают Мне нужно молиться за этих людей Мне нужно служить этим людям Но я взрослый мужчина в любви Божьей Я просто улыбаюсь, оставляю чуть больше чивы И сдаю этот экзамен Сдаю этот экзамен и иду дальше Я думаю, что когда мы говорим о том, чтобы от незрелости В вопросе любви переходить к зрелости Особенно в сфере расизма Я так рад, что ты поднял эту тему Потому что он все еще существует Он существует среди людей Которым следовало бы знать, что это неправильно Он обрел более прикрытые формы, чем это было раньше Потому что мы усовершенствовали в нашем обществе И знаем, как предать ситуации обаяние Я полагаю, если нам самим нужно выбраться из такой ситуации То в первую очередь нам, наверное, нужно развивать осознание того Как у нас самих обстоит с этим дело Начать признавать, что у нас у самих есть эта проблема У меня есть проблема с гневом Начать признавать, что у меня, возможно, есть такая проблема Да, меня всю жизнь кормили предубеждениями У меня есть эта проблема Я думаю, самое худшее — это отрицать то, что все равно существует Это является частью рождения свыше Прежде всего, я должен осознать, что я грешник, и мне нужен Иисус И как только я это осознаю, я могу измениться, я могу покаяться И изменить свой образ мышления И полагаю, следующим делом вы должны начать изменять свой образ мышления Начать открывать себя для чего-то другого Нет оправдания Нет уважительного оправдания тому, что вы нарушаете закон любви Это заповедь У вас могут быть оправдания, но вам нужно разобраться с ними Не оправдания, но причины Причины Есть причины, почему вы его нарушаете Но вам нужно разобраться с этими причинами Какими бы весовыми они ни были Нет уважительного оправдания тому, чтобы нарушать Слово Божье Нравится вам это или нет Мы вернулись к тому, о чем мы говорили в заключении нашей прошлой передачи Мы солдаты в армии Господа Мы не гражданские лица И мы сталкиваемся с этими вещами каждый день Мы сталкиваемся с ними в разных вопросах Разными путями Но нам все равно приходится с ними сталкиваться Апостол Павел написал в послании к Ефесянам Возрастайте в Него, во Христа Во всем Говоря друг другу истину в любви Как сказано в оригинале И не будьте младенцами колеблющимися И увлекающимися Всяким ветром учения Я думаю, это всегда было ответом Идет ли речь о разводе Идет ли речь о расизме Идет ли речь о ком-то на работе Кто постоянно не дает вам покоя О любом разделении Да И знаете Мы говорили о примирении Мы говорили о признании Но я думаю, что ситуацию, связанную с разделением Легче всего решить, применив к ней любовь к Божью Конечно И я видел людей, которые, развиваясь Избавлялись от сильной, жгучей ненависти Не только по отношению к белым людям Но ко всем Ко всем Им приходилось становиться на Слово Божье и говорить Я отказываюсь отвечать злом на зло Прежде всего они осознали Так говорит Слово Божье Поэтому я возьму это слово и применю к своей ситуации И когда придет время экзамена Я возьму изученные мною ответы И воспользуюсь ими на тех экзаменах И один человек сказал Я не буду отвечать злом Когда вся моя плоть захочет наброситься на этого парня За то, что он причинил мне боль Я отвечу ему благостью Божьей Потому что я знаю, что это работает Он сдал тот экзамен И в результате, через 9,5 месяцев У него был свой бизнес И он рассчитался со всеми своими долгами Он свободен от долгов Он был должен 22 тысячи долларов И опять-таки я верю, что в определенной степени Это произошло благодаря тому, что он посеял то семя любви И позволил Богу вмешаться И сделать намного больше того, что он мог сделать сам Провали он тот экзамен и ответь, как обычно Он открыл себя для возможности процветать Процветать в духовном плане Процветать в умственном плане Процветать физически в своем здоровье В своем теле И процветать в финансовом плане Он открыл себя для этого И Богу совсем не интересно, что вы привыкли делать Но мы используем это как оправдание Очень часто Да, используем это как оправдание Завтрашний день ожидает увидеть Что вы делаете с верой и Словом Божьим сегодня Аминь Сегодня вы живете тем, что посеяли вчера Если вы не примените Слово Божие и кровь Иисуса То завтра это снова будет разрушать вашу жизнь Я как-то раз услышал от тебя это И это просто звенит в моих духовных ушах Я часто это слышу Я вспоминаю об этом, когда проповедую Мысль о том, что вы можете посеять одно, а пожать другое является безумной Это безумие Потому что вы знаете, что такое невозможно Тем не менее, вы продолжаете считать это возможным Есть ли человека У которого есть 10, 15, 20, 25 килограмм избыточного веса И который принимает решение сбросить его Начать по-другому питаться Затем посещает мысль Что он может снова начать питаться так, как он питался раньше И при этом не прибавлять в весе Подобно тому, как он прибавлялся таким питанием раньше То это безумная мысль Вы знаете, что это невозможно Если вы находитесь на лечении в какой-нибудь клинике для наркоманов или алкоголиков Где вас лишают всякого алкоголя или наркотиков То после того, как вы проведете там несколько недель Вы становитесь чистыми и трезвыми Но если вы думаете, что можете снова выкуривать по косячку в день И выпивать по полстакана вина То вы глупец Да Здесь все точно так же, как и в ситуации с диетой Здесь все точно так же, как и в ситуации с семенем Все эти вещи являются семенами Вам нужно сеять любовь, чтобы развиваться в этом Вам нужно сеять веру, чтобы развиваться в этом Вам нужно сеять Слово Божье, чтобы развиваться в этом Именно поэтому Павел сказал Во всем возрастая в Него, говоря друг другу истину в любви Говоря друг другу Слово Божье Не имеет никакого значения, что они сказали или что они сделали Вы говорите Слово Божье в любви Почему? Вы разбираетесь с собой, а не с ними Если Бог может использовать это, чтобы как-то повлиять и на них Тем лучше, но вы разбираетесь с собой Вы защищаете себя Вы развиваетесь внутри себя. Придет день, когда вы скажете кому-то такого рода слова, и это повлияет и на них, потому что теперь вы возрастаете, и помазание становится все сильнее и сильнее, и вы говорите такого рода слова, и это оказывает влияние на их жизнь. Но пока что в духе вы переходите от младенчества к отрочеству и затем к зрелости. В пятой главе послания к евреям говорится, что вам нужно молоко, но твердую пищу вы получаете, применяя Слово Божье, возрастая и становясь ведущими или умелыми в Слове Праведности. И вам нужно осознавать. Знаете, дети заботятся лишь о том, чтобы восполнить свои собственные нужды. Они сконцентрированы на себе. Я хочу сейчас есть. Они физиологически так устроены. Да. Все, что они знают, приходя в этот мир, у них есть заложенная Богом физиологическая система, которая побуждает их двигаться и упражняться. Они не задумываются в три месяца. Мне нужно делать это. Нет, ребенок просто делает это. И только благодаря заложенной Богом мысли он знает. Я должен сейчас кушать. И он просто открывает свой рот и кричит, что есть сил. И его мама откликается на это. Но приходит время, когда его мама говорит, садись и ешь то, что я перед тобой поставила. И он должен это делать. Теперь он развивается, чтобы принимать свои собственные решения. Так что мы говорим не только о том, чтобы просто возрастать. Мы говорим о необходимости развиваться. Развитие требует давления или усилий. Я могу расти, но это вовсе не означает, что когда я вырасту, у меня будет тело, как у культуриста. Если я хочу развивать свои бицепсы, если я хочу развивать свои мышцы ног или груди, так как несмотря на то, что я вырос, что я уже взрослый человек, это еще не означает, что я развитый человек. Да. И многие христиане... Это не придет с возрастом. Нет. Нет. Мы говорили о том, что вы делаете во время экзамена. Это действительно время давления. И когда на вас оказывается давление, то как вы реагируете на это давление, как раз и определяет, идет ли в вашей жизни развитие. И то, сколько раз вы отреагируете на это давление, будет определять, идет ли в вашей жизни постоянное развитие. Я вижу христианина, принявшего решение развиваться в любви Божьей. Я вижу, как он использует разные возникающие ситуации в качестве своего рода тренажеров. И он упражняется. Он использует их. По-моему, мы говорили об этом на одной из передач. Да. Поскольку мне нужно тренироваться, то, дьявол, я вполне могу использовать твои тренажеры, если ты их тут выставишь. У меня есть Слово Божье, и я научен. Я подготовлен. И я готовлюсь к этому и так далее. Но придет время, когда я буду знать, что у меня это есть. Что у меня есть вера в эту любовь, которая во мне. И я верю в эту любовь, которая во мне. Поэтому, когда возникает такая ситуация, слава Богу, я не буду от нее прятаться. Я человек любви. Однажды, когда я ехал домой... Нет, я ехал в офис. И я открыл свои уста и сказал, «Любовь Божья совершенно во мне». Слава Богу. И потом я повторил, «Любовь Божья совершенна во мне». И когда я сказал это в третий раз, ой, из меня вырвалась хвала. Я не мог не прославлять Бога. «Любовь Божья совершенна». «Боже, огромное тебе спасибо». Любовь отвечает на это, Крив. Да. И сидя там, я сказал, «Да, любовь Божья совершенна во мне». И я настраиваю свой день, я настраиваю свою волю, что что бы ни происходило, или какие бы мы ни получали сегодня известия, готовясь войти в офис, я говорю, что бы ни происходило, любовь Божья совершенна во мне. Я готовлю себя к тому, что бы реагировать и отвечать так, как отвечает любовь. Поэтому сегодня я не проиграю. Сегодня я одержу победу, потому что именно к этому я себя и приготавливаю. И благодаря этой подготовке я буду настолько победоносным в жизни. Но я должен оставить стадию младенчества, понимаете? Знаете что? Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Крефло, мы на пороге этого. Когда Павел это писал, должно было пройти еще 2000 лет, чтобы это можно было увидеть лицом к лицу. Мы подходим к этому. Мы мельком видим лицом к лицу. Благодаря откровению стекло становится более прозрачным. Мы подходим к этому, прямо на вершине этого. Для того, чтобы быть там, где нам следует быть, мы должны развиваться в любви Божьей. Да, мы увидим его таким, какой он есть. Увидим его таким, какой он есть. Я имею в виду, что мы начинаем мельком видеть его таким, каким никогда раньше не видели. Мы выходим на уровень полноты. Мы выходим на тот уровень, когда исполняется третья глава послания к Ефесянам. Полнота Божья. Долгота, широта, высота, глубина. И мы разумеем или познаем. Это слово «разуметь» является переводом того же самого слова, которое используется в фразе. «Адам познал жену свою». Оно означает близкие, переплетенные отношения. Уразуметь или познать любовь к Христову, познать любовь, которая есть в этом помазанном, который первым возлюбил нас. Это близкие взаимоотношения с нашим Богом Отцом. Аллилуйя. И узнать его по опыту. Да, да, да. Это любви. И по мере того, как начинает работать эта полнота, вы перечитываете Новый Завет. И вместо того, чтобы видеть себя в образе женщины, страдающей кровотечением, которая пробирается сквозь толпу, чтобы коснуться края его одежды, вы вдруг начинаете видеть себя идущим рядом с ним в такой же одежде, как и у него. Она могла коснуться его одежды и повашей. Именно к этому мы и идем. Мы становимся подобными его образу. И когда придет это время, и вы будете служить людям, они не смогут увидеть разницу между вашим служением им и служениями Иисуса, потому что вы служите из той же самой любви. И я верю, что цель номер один — это становиться настолько похожими на него в любви, и мы изменяемся. Когда я увижу Иисуса, я полагаю, что он ожидает увидеть меня похожим на себя, потому что я ожидаю увидеть его похожим на любовь. Да. Мы преображаемся в это, и я думаю, именно поэтому мы и разбираемся с тем, что лежит в корне. Моя жизнь изменяется в любовь. Моя жизнь изменяется в Бога. Вы сможете отличить детей Божьих от всех остальных, потому что его дети будут похожи на любовь. Именно к этому мы и идем. Еще раз, 4 глава 1 послания Иоанна. Мы поступаем в мире всем, как Он. Не после того, как вы пойдете на небо. В этом мире. Прямо здесь, в этом мире. Мы развиваем это прямо сейчас. Ты возгрел во мне определенные вещи, и я чувствую большую решимость продолжать развивать в себе любовь к Божьим. Когда мы ходим в любви и развиваем ее, она начинает проступать изнутри наружу. Нельзя отделить любовь Божью от помазания Божьего. Нельзя отделить любовь Божью от власти Божьей. Нельзя отделить любовь Божью от даров Духа, плодов Духа. Бог есть любовь. Он есть главная власть. У Него не просто есть любовь, Он есть любовь. Это самый замечательный образ жизни. Иисус сказал, что если вы стремитесь к высокой жизни, то оставьте низкую жизнь. Перестаньте пытаться защищать себя. Перестаньте быть сами себе безопасностью. Он сказал, что если вы будете пытаться сберечь свою жизнь, то вы потеряете ее. Но если вы потеряете свою жизнь, потеряете ее в любви Божьей, потеряете свои собственные попытки защитить себя, то вас окружит божественная защита. В понедельник на прошлой неделе, когда мы начали говорить об этом, ты заговорил о том, чтобы подставить другую щеку. Начнем с того, что вы можете развиться до такого уровня, когда они просто не смогут вас ударить. И именно об этом Иисус и говорил. Пройдите еще одно поприще. Делайте то, что вам нужно делать. Тогда вы подключаете к этому все небеса, все, что есть у Бога, все оружие Божье. Все оружие Божье сделано из любви Божьей. Эгоизм ищет возможности свергнуть с престола любовь Божью. И, по-моему, в 12 главе послания к римлянам говорится о том, чтобы ваша любовь была непритворна и нелицемерна. Другими словами, высвобождая любовь Божью, мы не хотим, чтобы наша любовь была эгоистичной, потому что эгоизм хочет только одного — нахально свергнуть с престола любовь Божью. Послание к римлянам 12.9 говорится, «Любовь да будет непритворна». И, по сути, другими словами, пусть любовь будет неэгоистична, поскольку эгоизм всегда порождает лицемерие. И говоря «непритворно», Павел указывает на то, что она не должна быть какой-то фальшивой любовью. В расширенном переводе говорится, «Пусть ваша любовь будет искренней, пусть она будет настоящей, и ненавидьте зло». Поэтому, когда мы развиваем по отношению друг к другу эту любовь, я не хочу, чтобы это была какая-то притворная, фальшивая любовь. Я хочу, чтобы она была настоящей. Я не хочу, чтобы она была лицемерной. Эгоизм ищет любую щель, чтобы пробраться в нашу жизнь. И если ему это удается, то первым делом он будет покушаться на ваше хождение в любви. Я хочу быть уверен в том, что те люди, которые на этой и прошлой неделе слышали, как мы говорили о необходимости развиваться в любви, не впадут здесь в религию, сведя все лишь к тому, чтобы говорить всем, «Эй, брат, я вас люблю!» «Эй, я вас люблю!» превращая это просто в какое-то небольшое приветствие. Что сказал об этом Иаков? Вы говорите человеку, что любите его, но не даете ему пальто? Да. Или не кормите его? Да. Мы говорили о действии, делах. О делах любви, а не просто механическом, эгоистичном, условном виде любви. В 1964-65 годах я был начинающим христианином. Я родился свыше в ноябре 1962-го. Крестился Духом Святым в 1963-м, в самом начале года. Я поехал на собрания Хилтона Саттона и Чарльза Роджерса, которые проповедовали в Хьюстоне, штате Хас, в церкви Хилтона Саттона. На тех собраниях в основном проповедовал Чарльз. Я довольно хорошо его знал, а с Хилтоном я там только познакомился. И он говорил о любви Бога, который первым возлюбил нас. И, задумавшись на тех собраниях об этом, я подумал, «Разве это не странно? Я спасен уже пару лет, но я не припоминаю, чтобы я говорил Богу, что я Его люблю. Я говорил Богу обо всем том хламе, от которого я освободился, но я не припоминаю, чтобы я говорил Ему, что люблю Его. И я подумал, «Любовь Божия излилась в мое сердце Духом Святым». Я услышал это на том служении. Я подумал, «Если я и чувствую любовь к Богу, то я этого не знаю. Я знаю, что Он любит меня, потому что Бог так возлюбил мир». Я продолжал думать и размышлять об этом. И на то вечернем служении я подумал, «После того, как закончится служение, я выйду вперед к сцене, немного помолюсь и просто скажу Богу, что я люблю Его. И ценю то, что Он для меня сделал». Крефло, я находился тогда лишь на этом уровне. Я действительно ценил это, потому что знал, от чего Он меня освободил. И я действительно ценил это. Но до этого мне никто не показывал в Слове Божьем, что со мной произошло, когда я родился свыше. Я думал, что я был просто старым грешником, спасенным по благодати. Но вы не можете быть и тем, и другим. Я был старым грешником, но потом я спасся по благодати. И все это было вложено в мой дух, вера, любовь, радость, мир, благость, кротость, доброта, терпение. Но таковых нет закона. Все это было в моем духе. Но я не знал этого. В тот вечер я вышел к сцене, встал на колени и произнес свою маленькую молитву. «Отец, я благодарю Тебя во имя Иисуса, и я прославляю Тебя за то, что Ты прощаешь мне мои грехи». И так далее. И потом я подумал, «Я решил сказать Богу, что я Его люблю». И ко мне сразу же пришла мысль. Интересно, а действительно ли я Его люблю? Могу ли я Ему это сказать? Ведь я не чувствую никакого Его присутствия. Понимаете, я руководствовался естественным. Я ничего не знал. Я подумал, «Я действительно ценю это». «Да, да, я люблю Бога. Я ценю то, что Он для меня сделал». Я просто сказал, «Господь, большое Тебе спасибо. Господь Иисус, я люблю Тебя». И тут я пережил то, чего никогда раньше не переживал. Я пережил чудесное присутствие Божие, когда был крещён Духом Святым, но теперь я пережил что-то особенное. Я сказал, «О, Боже! О, Боже!» Что Он делал? В тот момент Он выражал свою любовь по отношению ко мне. И я открыл себя для того, чтобы принять её. Все эти удивительные чувства и всё остальное, не это является тому доказательством. Доказательством тому является Слово Божье. Он сказал, «Я никогда не оставлю и не покину тебя даже до скончания века. Мой отец любит тебя. Я люблю тебя. Покажи им, Отец, что ты любишь их так же сильно, как ты любишь меня». Евангелие Таана 17, 23. Доказательством тому является то, что Он так сказал. Я не знал всего этого. Я начал говорить Ему это. И по сей день, спустя все эти годы, мне нравится говорить Ему, что я люблю Его. Вечером, ложась спать, перед тем, как уснуть, я говорю своей жене, что я люблю её. Я говорю Ему. Господь, я так Тебя люблю. Отец, я просто люблю Тебя. Спасибо Тебе за то, что Ты мой папа, мой отец. И я больше не сирота. Дух Божий внутри меня. И крефло. Иногда мне приходилось вставать с кровати, идти туда, где я не мешал Глории, и просто прославлять Бога. Просто поклоняться и прославлять Его. И знаете, что происходит? Кажется, что все ваши проблемы вдруг начинают таять. Они всё ещё есть. Но в такой атмосфере они не в силах продолжать давить на вас. И Господь как-то спросил у меня, «Кеннесс, сколько лет мы уже вместе?» Я ответил, «О, отец, в этом служении мы вместе уже больше 38 лет, и я знаю Тебя с 1962 года. «Боже мой, я знаю Тебя уже больше 40 лет. Уже 43 года». Он спросил, «Разве это недостаточный срок, чтобы Ты мог доверять мне в этом вопросе?» «О, отец, что я делал? Полагался на своё собственное понимание?» «Да». «О, Господь, прости меня. Я не хочу представлять Тебе это в таком свете». «О, да, я доверяю Тебе в этом вопросе. Я люблю Тебя, Господь». И вот он снова приходит. И вы думаете, «Что такое миллион долларов пред лицом этого? Что такое судебный процесс пред лицом этого? Что такое болезнь или немощь пред лицом этого?» Я отдал себя в заботливые руки своего отца, в его большие и сильные руки. И он такой умный, он всё знает. И слава Богу, он любит меня. У меня есть Папа. Слава Богу. Я не могу сидеть за этим столом. И он любит меня? У меня есть Папа. У меня есть отец. И он богат, и он сильный, и он владеет всем. Слава Богу. Слава Иисусу. И посмотри, что это порождает. Посмотри, что продолжает порождать реальность того, что Бог любит меня. Хвалу. Хвалу. Да. Она просто продолжает её порождать. Чем больше мы узнаём о любви Божьей, и это порождает хвалу, и теперь, когда мы осознаём, насколько сильно мы его любим, у него есть возможность отвечать нам тем же. Я начинаю прославлять его. И следующим делом я вижу, как он просто располагается на мне. Он обитает в моей хвале, чтобы ответить взаимностью. Я имею в виду, что это делаем не только мы. Он говорит, «Я хочу участвовать в этом». Я слушаю тебя и думаю, «Вот приходит хвала». Вы не можете продолжать говорить об этом? Нет. Вы не можете этого делать. Вы не можете продолжать говорить об этом? Эй, я должен быть исцелён. Да. Я должен быть здоров. Да. Мой отец любит меня. Да. Понимаете? Слава Богу. Да. Я сказал, «Мой отец любит меня». Вы понимаете это? Слава Богу вовеки. Вы все можете делать всё, что хотите. Аллилуйя. Это приведёт вас к тому, что вы начнёте восклицать и прославлять Бога, изменится атмосфера. Потому что, когда вы приходите и стучите в его дверь, он в ответ постучит в вашу дверь. Да. И это именно то, во что, по-моему, введёт нас Бог. Я знаю, что Он вводит нас в это прямо сейчас, когда мы начинаем развиваться и понимать реальность того, что Бог любит меня. Он не какой-то плохой Бог. Он отец, который любит меня. Он за меня. Он хочет, чтобы я ездил на хорошей машине, хорошо одевался и хорошо жил, потому что Он благ. И вы начинаете осознавать всё это. И смотрите, я начинаю осознавать всё это и говорю, «О, Господь, спасибо тебе, Иисус, и Он говорит, «О, я иду». Да. И затем я начинаю прославлять, «О, Иисус, и Он спрашивает, что ты хочешь, чтобы я сделал? Что ты хочешь, чтобы я сделал? Вот я. Что ты хочешь? Что тебе нужно? Пока я здесь, я могу что-то исправить. Тебе нужно что-то знать? Я твой Бог. Я люблю тебя. Я покажу тебе прямо сейчас. Вместо того, чтобы говорить, «Господь, я не знаю, любишь ты меня или нет, и начинать жаловаться, и роптать, и скажу тебе, я не понимаю, почему я молился всю неделю, но так ничего ещё не произошло. И я просто не знаю, слышишь ли ты мои молитвы». Если вы будете так делать, то для вас проявит себя дьявол. Он наживается на этом. Он начнёт говорить вам, «Да, посмотри, что он сделал для такого-то и такого-то. Почему он не сделал этого для тебя? Посмотри, что ты значишь для этой церкви», и так далее. Вы обслабляете его, и он придёт и расположится на вас. Превознося его слово. Именно. Я вам кое-что расскажу. Я даже не спросил его, могу ли я это сделать. Но я расскажу вам. Вы просто начинаете поступать, как взрослый в этом плане. И Бог начнёт доверять вам некоторые вещи. Доверять вам небольшие деньги. Не так давно Крефло молился, и Господь сказал ему, «Мне нужна твоя помощь». Крефло ответил, «Хорошо, какая?» Господь сказал, «У меня есть один проповедник, которому нужен реактивный самолёт. Он нужен ему. Не мог бы ты купить его и дать его ему?» Он сказал, «Какой именно самолёт?» И сказал, что именно он должен был сделать. Вместо того, чтобы сказать, «О, Господь, я не знаю, я не знаю, что я буду с этим делать». «О, Боже!» Нет, Крефло сказал, «Хорошо, да, я сделаю это, Иисус». «Я люблю помогать тебе. Я буду твоим помощником при любой возможности». И что сделал Господь? Он дал ему деньги. Крефло поехал, купил этот самолёт, пригласил того человека и спросил, «Как тебе нравится этот самолёт?» Тот ответил, «О, это замечательно, самолёт не так ли?» «Да». Что он сказал? Он сказал что-то вроде, «Было бы замечательно иметь такой самолёт». «Тебе нравится этот самолёт?» Он ответил, «О, да». «Было бы здорово иметь такой самолёт». И я сказал, «Он у тебя есть, потому что мы с Таффи купили его для тебя. Он твой. Ты прилетел сюда коммерческим рейсом и полетишь домой на частном реактивном самолёте. Он полностью оплачен и он твой». «Что он сделал?» «У него рекой потекли слёзы. У него по щекам покатились слёзы. Он чуть...» «Он начал прославлять Бога?» «О, да. Его жена упала на пол. Они пробыли там несколько часов, глядя друг на друга. Потом они вышли из самолёта и походили вокруг. Когда я увидел его на следующий день, он по-прежнему прославлял Бога». «А что произошло с тобой?» «Я просто...» «Именно поэтому Бог и позволяет тебе это делать. Ты хоть чуть-чуть можешь почувствовать, что чувствует Бог. «Я чувствовал себя даже лучше, чем он». «Да...» «В этом-то и вся суть». «Однажды, начав в этом ходить, вы никогда уже не сможете вернуться назад. Никогда и не нужно возвращаться назад». «Вы испытываете величайшее на свете чувство, когда можете быть благословением и тем каналом, через который Бог являет в чьей-то жизни свою любовь». И это как раз суть характера любви. Его суть в том, чтобы приносить процветание всем, с кем вы контактируете, и таким образом воздавать Богу славу за то, что Он через вас сделал. Я никогда не забуду, когда я был совсем еще молодым парнем, мой папа вдруг зашел ко мне и сказал, «Есть некоторые вещи, которые тебе нужно знать. ты уже мужчина. Я хочу, чтобы ты знал некоторые вещи, связанные с моим бизнесом. Вдруг я стал заслуживающим доверия». Говорю вам, и что касается Иисуса, то вам достаточно сдать несколько таких экзаменов, несколько раз принять правильное решение, и Он придет и скажет, «Ты не поможешь мне кое-что сделать?» «Крефла, ты никогда не вернешься назад». «Нет, ты ищешь больше этого, еще больше и больше этого». И Он спросит у тебя, например, «Ты позволишь мне использовать твои руки? Я хочу исцелить того человека. Я хочу исцелить его. Ты не поможешь мне?» Бог пытается показать нам свою радость, любя нас. С этим ничто не сравнится. Да. Одно дело принимать. И ты думаешь, что это так здорово принимать, но когда ты можешь переживать эту радость, которая есть у Бога, когда Он проявляет по отношению к нам свою любовь, это просто потрясающе. Это невозможно описать. Я был в таком восторге, отдавая Ему тот самолет, что едва мог дождаться того конкретного дня. Мне хотелось позвонить Ему сразу же, как только это произошло, и сказать, «Приезжайте сюда прямо сейчас». В то время у них была сильная метель. «Пожалуйста, приезжайте побыстрее. Мне не терпится сделать вам добро и сделать вас счастливыми». И это «Хесед Агапе Отца». Я пытаюсь переполнить вас. О, я не могу... Настягающее благословение. И вы можете сидеть на этой стороне вместе с Отцом, чтобы видеть все так, как видит это Он. С этим ничто не сравнится. Каково это делать такое? Ваш мотив был полностью обновлен, потому что вы думаете, «Господь, это наивысший уровень». Да. Вы ложитесь вечером в кровать, и вы думаете, «О, я не хочу спать». Господь, давай еще об этом поговорим. Ты хочешь, чтобы я еще что-то сделал? Слава Богу! Ты хочешь, чтобы я еще что-то кому-то купил? Вы делаете это вместе с Ним. Давайте обратимся к посланию к евреям. На этом мы и закончим. В Божьем Слове избытка в пятой главе послания к евреям есть одно место. И именно это и поручено нашему служению. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове «правда» или «праведности», потому что он младенец. Мы говорили о том, что «когда я был младенцем, я думал, как младенец». Но посмотрите дальше. «Твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства» он говорит об этой плоти, «навыком» у меня в сноске написано «через привычку, практику или тренировку» приучены к развлечению добра и зла. Сделав это, ты оказался настолько тесно соединен с Богом, ты переживал то, что переживал Он. Ты видел все Его глазами. И это так здорово, что тебе никогда не захочется возвращаться назад. Если вы обратитесь к Слову Божьему и будете пребывать в нем, и будете практиковать, практиковать, практиковать и практиковать его, то вы сможете выйти на такой уровень, когда вам не нужно будет возвращаться назад. Я имею в виду, что просыпаясь утром, ты не пытаешься придумать, как заставить Тефи что-то для тебя сделать. Ты просыпаешься на час раньше, пытаясь придумать, как сделать что-то для нее, потому что Бог так ее любит. И ваша вера, ваша молитва и ваше процветание достигают наивысшей формы тогда, когда вы с себя переводите свой взгляд на кого-то другого. Повтори это. Моя вера, процветание и все, что я делаю, достигает наивысшей формы, когда я использую свою веру не только для себя, но и для кого-то другого, когда я молюсь не только за себя, но и за кого-то другого, когда мое процветание предназначено не только для себя, но и для кого-то другого, тогда я достигаю наивысшего уровня в этих сферах. И в этом твой избыток? Это твое место избытка? Да. Да. Суммы, проходящие через наше служение и идущие на служение людям, во много-много-много-много раз превышают суммы, поступающие на мой банковский счет. Да, конечно. Я имею в виду, они в миллионы раз больше тех сумм, которые приходят в мои руки. Но Крефла. Мои нужды настолько хорошо восполнены, я с таким удовольствием даю, я с таким удовольствием проповедую и вижу, как люди исцеляются и возрастают во Христа Иисуса. Это доходит почти до того, что вы не обращаете внимания на то, сколько у вас на счете в банке. Да. Там всегда достаточно. Он всегда мне что-то дает. Он всегда каким-то образом благословляет меня. Так и нужно жить. И именно это мы и делаем. Да. Мы вернемся через минуту. Да. Каждая пятница является на передаче «Победоносный голос верующего» днем пожертвований. И мне даже не нужно говорить вам, что у нас здесь происходит. Потому что именно к этому мы все это время и идем. Мы идем к удвоению количества телестанций, транслирующих нашу передачу. Мы верим Богу о самолете, который нам нужен для того, чтобы удвоить работу, проводимую нашим служением. Это ваша возможность. Согласно этому месту Писания из послания к евреям, которое мы только что прочитали, именно это мы и призваны делать. И мы как раз и занимаемся тем, что помогаем людям вырастать духовно. Именно об этом мы и говорили эти две недели. Поэтому я хочу, чтобы вы молились об этом. Я желаю, чтобы вы молились об этом, слушали Бога и знали, что Он хочет, чтобы вы делали, и как вы в финансовом плане можете участвовать в нашей работе. Молитесь, и затем будьте послушны Богу. Отец, мы молимся за наших партнеров. Мы молимся за наших телезрителей по всему миру. Об их части этого удвоения, об их части удвоения их финансов. Когда ты простираешься в их жизнь, их служение, их излияние. Это прямо здесь. Прямо сейчас. И я прошу тебя, Отец, с открытием, как они могут в этом участвовать. Мы принимаем это. Мы благословляем их во имя Иисуса. Аминь. Чтобы получить всю интересующую вас информацию, просто напишите нам по адресу, который вы видите на экране. Если вы живете за пределами Соединенных Штатов, то ваши пожертвования остаются в том регионе, в офис которого вы их отправляете. Они работают и восполняют нужды в том регионе. Слава Богу. Поэтому пишите нам. Также, если вы хотите получить наши книги, то напишите нам по адресу, который вы видели на экране, и мы вышлем их вам. Присоединяйтесь к нам на следующей неделе. Присылайте нам свои замечательные и сильные свидетельства. Слава Богу. Все возможно верующим. Крефла, большое тебе спасибо. Спасибо за твое приглашение. Скажу тебе, это впервые подняло меня с моего кресла. Аллилуйя, аминь. До следующей встречи, а пока мы Кеннет Копланд и Крефла Доллар напоминаем вам, что Иисус Господь. Иисус Господь. Иисус Иисус